Бредное дело, Датьяна, и соберусь вверх. Телевизор был включен в зале. Я подошел и сказал, что телевизор вкладывается со стеной, а звуком все были открыты, жарко было. Без шума просто выброс был в окно. Я даже не услышал, что она сзади спала. Выброс только ровно, не забыл, упал телевизор. Я в зале вышел, пошел через спальню на балкон вышел. Пока шел еще, прихватил ноутбук, стоящий на компьютерном столе. Также выбросов вниз. Увизов Хроменкова, подошли под окно. Хроменков, Дернов, Татьяна. Позади как жених. Она близко не приходила. Дальше с ним. Блоком стоял. Что-то прикричал. Что-то пугал меня. Дернов, Дернов, Дернов. Хроменков не стал говорить. Затем, что-то делал, что-то кроет дверь. Сейчас начинает сотрудник, пишет. Вот вроде, ну и еще раз покричать Наталья. В общем, не знаю. В общем, какая она не сорвалась, потому что она еще виновата ни в кого не была. Ухотилось на все это, не знаю. Вот, и... Тут пора со зла левой рукой размахнуться, разбил стекло балкона. стекла сыплась на сильно подрезала руку, зашивали руку, все внутренние мышцы, накладывали швы, руку разрезал сильно стеклом, все везде по крови, что у меня и от шума, я проснул в зале и началась плачь. Я пошел плачь, в зал зашел, в зал на руки, садись в крови, не желательно. Еще была паперси в одном, потому что жалко было дома, спала паперси. А это зло, эмоции на момент, и с ребенком уже вышли на балконе. Продолжен кричать что-то надо на Татьяне. И встали как собираться, больше все любят. Двое-трое, у нас был постоянный, молодые удары. Просто смотрели, ставили телефон снимать. Я создал зал, сел на балкон. Двое-трое, у нас был, в поле, в поле, в поле. Двое, в поле, в поле, в поле, в поле, в поле. С минуты, когда сидел, кричал, в поле, в поле, в поле. Потом слез на балкон. Двое, в поле, в поле, в поле, в поле, в поле. Думаю, а на собираться я там, на этом ходил. Ну и думал, что ты пока ходил, ты хотел руку запилитровать. Держи положил. На кровать, на кровать, но спали. Пока, что ты стал руку замотать. Двое ушло, кто-то для тебя постучал. Подошел в дверь, спросил. Сотрудники, что-то мне говорили. Я не помню, что они мне говорили. Что я им отписывал в тот же момент. Почему-то не помню свои слова. Долго вспоминал, так они не будут врать. Я не помню, что я им отговорил. Быстро что-то они спросили. Я ответил. Ушла дверь. Погнал что-то еще дома там. Чего-то подался, где стоит. Я уже понял, что когда мы едем, едем. А то, что-то происходило. Девочка не выходила в балкон. Когда один выходил, девочка на руку попала. Потому что она одна. Человек одной ничьи не играл. Видно, что уже все происходит. Серьезно. Народ уже везет. Я увидел сотрудники МЧС. Полотно разбирает. Потом я уже узнал, что это куда она затянула. МЧС. Сотрудник. Я еще как бы не понимал, что вообще происходит. Почему вообще-то все. Спасатель на пути. Полотно. Опять зашел в квартиру. Я еще одну раз пошел посмотреть. Зачем на руках. Хотел пойти в зал. Хотел. В зал я также в окно смотрел. Потом хотел опять проехать через зал всю спальню. На балкон посмотреть. Глобу поднял. Что через стекло. На балкон. Потом я уже узнал. Следом за ним разбираюсь в второй квартир. То есть в конкретном окно тоже. Я встал и растерялся. Ребен был в руках. Макдунов уже как бы. Без балкона вырезается в спальню. А тут на компьютерном пистоле. Подряды. Что-то делать. Я не помню. Ножик. Я растерялся. Спасел ножик. Перед собой поставил. Он разошел. Меня увидел. Говорит. Ходи ко мне. Что-нибудь сделай. На ребенка я не оставлял. Ничего. Я вообще не говорил. Перед собой поставил. На что он мне ответил. Все. Успокойся. Я вылез назад. Все. Я вылазил. Развернулся. Мартынов даже не смог залезть в окно. Вернулся назад. Вальчик. Вернулся назад на соседний балкон. Мартынов вылез. И встал на подалеку. На професе. Я далеко не стал ходить. Я стою с этим ножом. Понимая, что уже тюрьма получается. С ножом. Сотрудник. Я подошел к этому. С ножом. С ножом. С тюрьмы был. У него вроде как у головы была. Вот этого. Вернулся на руки. Пока я кричал. У него усовывал. Потому что он меня не виден. Под балконом. Здесь шахтом стоял. Нож у меня высказан. С руки выринули. Мартынов увидел, что выринул нож. Но я тоже не ходил с меня. Стал продвижаться. В мою сторону. Потом я засуетился. То есть опять я не хотел. Просто. Что-то я то ли вторую копию ребенка начал подправиться. Из-за того, что видимо у меня в крови вся рука была. А ребенок тоже в крови. Под тело. Скользко все. Еще иногда это вот эти сухожилия в руке. Потому что у меня пальцы. Они меня уже практически не слушались. У меня с левой руки высказывает тело ребенка. Пока вот это я засуетился за Мартыновым. Глядя на Мартынову. И я правой рукой успел догнаться. И хватиться только за пальперс. Потому что больше нет, чтобы меня было схватить. Но когда я поймал за пальперс. Я понимал, что пальперс можно расстегнуть. Он держит всего лишь на липучках. На двум. Это отверстие девочки. Можно расстегнуть. И девочка дальше упадет. У меня пришлось взять за ножку. Чтобы на вернее конец. Я ее держу. Чтобы не вылиться на меня за руку. Перехватил эту шапору руку за ножкой. И за пальперс. Лучше сразу. И забрал на балкон. Забрал на балкон. У меня все затрясло. Чуть не выдано ребенка. И в шоком состоянии. Я хотел уходить вообще с балкона. И тут же опять в Мартынов. Встал опять пробираться. И опять упорился на том, что не хочу выпускать на балкона. Почему так? Не знаю. Срабатывал нормально. Я сильно прижал его к себе девчонку. Ну все с богу надо. Я уже как бы не понимал сильное прижимание. Или не сильно в таком состоянии. Девушка сейчас заплакал по-моему. Я выслушал за окно к Мартынову. Он был на расстоянии до него рукой. Дотянул еще минуту. Он раз-два просто наматился в его сторону. Я не столько хотел нанести ему удар. То есть просто от хуги. Чтобы он не проходил к открытому окну. Да уже не к открытому, а разбитому. Точнее получается наверное. Он почувствовал наверное уже. Он так понимает, что он увидел, что я уже не столько удар на нашу, сколько просто от хуги. И он третий шаг сделал. Шаг ко мне сделал ближе. То есть 5 раз я уже как бы заматился. И за звонок туда по голове вскользко. А в это время пока все происходило, заматился. Левой рукой держал ребенка. У меня ребенок чувствовал. Съезжает по крови, с руки по мне. То есть вскользко все. Я чувствовал, что съезжает ребенок. И опять сейчас выдумал внутрь балкона на пол. Вот когда я попал 30 раз по голове вскользко. Ребенок съезжает. Я повернулся к ребенку. Получается как взять под кандерс. Просто подправиться. Чтобы не упал ребенок. А в это время он уже увидел, что я от него внимание перевел на ребенка. Опять все медленно. А раз когда он на вид же видит, что это просто происходит. Он в это время стал уже по сильнее движение. Как в этом окно. И получился, что он одновременно как бы подпрыгивает. Подтягиваясь на руках. На подоконнике. А я вот в это время как подправляю ребенка. И подворачиваюсь к нему. То есть я увидел. Он подпрыгнул. И к нему уже с ребенка подправлен. И так повернул. Получается. Он как-то неуверенно подпрыгнул. То есть как-то назад и вперед. В равновесие теряет. Я автоматически руку положил на плечо. То есть я уже тут тоже понимал, что он тоже может упасть. И уже понимал, что я его в любом случае не выгоню. То есть у меня не было настроива. Потому что назад я уже на парапет. Я его никак поставить назад не мог. Соответственно. То есть если я его толкну, то он его просто поехал на землю. Там даже на вид, должно быть на руках видно. Я положил его на плечо, чтобы он его на весе не потерял. А назад его не перетянул. То есть тут он может залазить. Что-то все равно. Как бы вот так вот. Прошло. И руку я только положил на плечо. Придерживаю. Вот он одну руку свою освободил. Облокатившую грузию на подоконнике. Не помню, как он руку свою освободил. И вот у меня оттолкнул от окна. Ну он оттолкнул как-то опять же. То есть он вися на подоконнике. То есть у нас силы у него не такие шипы были, как он в рост стоял. У меня сильно оттолкнуть не мог. Я просто как бы сам уже назад от него отшагнул. То есть дать ему залезть. Он сейчас, конечно, залез. Он скажет, что он положил ребенка. Он еще на ручнике один. Я от него отшагнул. Он оттолкнул. Может здесь ему что-то показалось. Я не знал вообще, что именно в этих моментах он как бы обвиняет. Потому что я понимаю его. Он тоже. Мне кажется, что это происходит. Он не знает, что он говорит. Я могу, как с одной стороны, понять. Всяком, я могу. Ладно, я буду продолжать. Он залез на балкон. Видите, как стоялся. Он как-то не устоял. Я ему больше ударов на балкон не носил. Просто сразу на меня крат. Удар на балкон. То есть быстро там залез. И отталкиваю меня. Оттолкаешь. И снова сбивай меня. И ударять. Меня ждал такой от него. Ну, как-то все бросит. Спокойный будет. Я по себе еще на руках порежал просто. Все это просто в секунду произошло. И назад я от него как-то полокрадист. Стыкнулся. Зайдя чуть-чуть. Так у меня получилось. Столпались. Спиной на пол. Ну, и упал я с размахом головой. А в пол еще ударился. Девочка, как у меня была, то последняя на мне. Я точно помню. Когда удары головой сильно. То есть как у меня это все немножко поумутнело. Тут опять удары что-то на меня какие-то. Я не понял. Тут уже слушал второй. Как сотрудник, наверное, уже залез. Это Ковальчук. И может быть у себя рука слабая как-то. Я не знаю, как ребенок оказался на полок. Но вот с показаниями Мартыну, что ребенок наслаждал. Я в тот момент уже не видел. Но до последнего ребенок, то есть у меня находился на руках. Потому что себе уронилось. То есть у него были какие-то там последние. Ребенок я так понял. Уже на полок. И все потом, как меня увозили, я уже тоже точно ничего не помню. Как, чего. То есть как меня объяснили. То есть помню только что. Я, видимо, в больнице. Женщина руку зашивала. Она, врач. Немного сотрудников у меня было. Потом меня привезли в отдел. Там я долгое время был. Татьяна Татьяна Татьяна. Она чистая переоделась. Поздно у меня уже привезли в медицинский комитет. В этот же день. Чтобы один-двенадцатый был привезли туда. Там я его задумал Татьяна. Она, понял, уже дала показания. Собиралась в Уилье. Я еще хотел полностью все мои вещи перевести. Я посмотрел следователь. Он хотел, как понял, с меня есть объяснение сразу. Он посмотрел. Вот, давайте, где-то в таком стаде находишься. Не мог мне ничего толку объяснить. Вот, в соответствии, довольном объяснении. То есть, меня отправили. Вот тогда, когда люди съезжали. Там я ночевал. Вот, в соответствии, приехал. Вот, на данный следователь. Пришел под фокад. Старственный. Куда это? Следователь, он опрашивает. Я до себя до конца еще не пришел. То есть, я все понял. У меня просто все уговорили. Не мог все это по кофе разложить. Он меня начал. Адвокат молчал. Ничего мне вообще не говорил. Он не подсказывал. Ничего. Просто вообще промолчал. Просидел все это время. Хотя, я вообще не знал, что там существует 51 статья. Он мне стал задавать вопросы. То есть, изначально спросил. «Хотел ли я смерти ребенка?» У меня это было большое. Я как-то шокировал за вопросами. Я сказал еще о чем-нибудь идет речь. Ну, и у меня стало дальше страшно. Вопросы, как я потом уже понял, то читал. В основном, вот там, переписал показания. Татьяна, бумаги. Потому что, и за область там получается. То есть, то, что там облил. И ударил полотком. То есть, все это не было. И у нас не в один один все показания. То есть, переписано. Ну, я отвечал ему вопрос. То есть, как все скрестили, как ездили. Там, видимо, было. А там, где наши показания с ними расходятся. Хотя, наверное, написал, что дальше ничего не помню. Попали. Вот.